Не ваша ли эта песня «Алленделон не пьет одеколон»? Это музыка свободного человека. Но вот такой вот западный рок-н-ролл, он у нас не прижился. Мы должны честно это сказать. Не прижился. А вот что у нас на самом деле прижился? Какой наш на самом деле русский рок-н-ролл? Что это такое? Что мы вообще сказали нашим русским рок-н-роллам? И продолжаем говорить. При поддержке журнала «Бункер» и «ДМГ». Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня хотел бы начать наше интервью как раз не с музыкальных фактов вашей биографии. Честно говоря, я вот этих моментов не знал до недавнего времени. В 80-х вы были дипломатом в Северной Корее? Да, три с половиной года. Расскажите, как в Северной Корее это было в 80-е годы? Это очень какая-то популярная сейчас тема, все ее муссируют там, да? Ну, она понятное дело, что она популярная, потому что с одной стороны мир стал открытым после интернета и после всех вообще событий, там, прошедших за последние 20-30 лет. То есть мир раскрылся, и казалось бы, сейчас точек, куда трудно попасть, если у тебя есть деньги, практически не существует. Мы не берем, конечно, пандемию сейчас, относим ее в сторону, вот как бы допандемическая ситуация. По сути дела, не осталось таких мест, куда нельзя было бы при наличии желания и какой-то суммы денег приехать. А Корея при этом, при всем, Северная Корея, осталась все равно страной закрытой. Поэтому у человека возникает такой когнитивный диссонанс. Как это так? Все открыто, а есть еще несколько точек, несколько стран, которые все равно закрыты. И поэтому, я думаю, интерес Кореи. Ну и плюс еще, конечно, что весь уже рухнул там давным-давно соцлагерь весь. А страна, которая продолжает исповедовать эти принципы, принципы Чучке, которые, по большому счету, являются все равно северокорейской моделью социалистического государства. Ну да, да, да. Они остались. Поэтому, конечно, людям интересно. Плюс там еще вот эта династия, которая продолжается. Я работал, когда был жив еще Ким Ир Сен. Ким Ир Сен — это, соответственно, дедушка нынешнего Ким Чен Ына. А когда был Ким Ир Сен, то он уже при своей жизни, и, соответственно, вот когда я там работал, активно внедрял своего сына, готовя его к преемнику. То есть он задолго обеспечивал преемственность своего правления. И поэтому в домах у обычных корейцев и в учреждениях везде уже висело тогда два портрета обязательных. Это был портрет Ким Ир Сена со всеми его регалиями, там, как его называли, у него куча имен, там, великий непобедимый маршал, там, генералисамис, ну, то есть полный набор, плюс еще восточный колорит. А у Ким Чен Ира, его сына, была кличка Центр партии. То есть вот что это такое, никто не знает, но он был Центр партии. Поэтому, соответственно, вот этот Центр партии, он готовился к тому, его Ким Ир Сен готовил к тому, чтобы он стал наследником его власти, его правления. И хоть очень много было скептиков, и в том числе, и когда я еще работал, говорили, что ну вот все, умрет Ким Ир Сен, и Ким Чен Ира-то, конечно, там, сковырнут быстренько. Однако не тут-то было. Ничего, никто, никого не сковырнул. Ким Ир Сен умер, стал действительно его Ким Чен Ир, его сын. А сейчас, соответственно, продолжатель этой династии уже сын Ким Чен Иры, то есть внук Ким Ир Сена. Поэтому, конечно, у людей, обычных, простых обывателей, большой интерес к Северной Корее. Ну, а у вас какое отношение вот к Северной Корее вот в нынешней ситуации? К нынешней ситуации я, конечно, даже и не знаю, что там происходит. Ну, то они там какие-то атомные бомбы испытывают. А, ну, если бы в этом смысле. Ну, это, как мне кажется, это просто продолжение той самой линии, которую, в общем-то, вел Ким Ир Сен. Только тогда он особо не бряцал, конечно, так вот, а уже оружием. Вот. А нынешнее руководство взяло даже идею атомной бомбы, как такую игрушку, которую можно пугать. Ну, да-да-да. Конечно, наверное, за это время вполне вероятно, что они эту бомбу сделали. Я в это верю, потому что страна была еще и в те времена, когда я там был, была очень милитаризирована. И нельзя забывать, что у них прошла до этого кровопролитная война с Югом. Поэтому, в общем, курс на такую жесткую военную силу у них был очевиден уже тогда. Но просто то, что сейчас из себя представляет Северная Корея, я вам сказать не могу. Потому что я с момента, как я оттуда уехал в 1984 году, я ни разу там не был. У меня большая мечта. Я подбиваю людей разных, чтобы туда съездить в качестве туриста хотя бы на недельку, на две. Там есть что посмотреть на самом деле. И мне просто хочется вспомнить молодость. Но пока у меня не получается. Поэтому, что сейчас происходит в Северной Корее, я вам сказать не могу. Я знаю столько же, сколько знает обычный наш рядовой человек. Ну, по большому счету, Северная Корея, наверное, один из таких ярких примеров, когда Советский Союз так или иначе участвовал в жизни каких-то подобных государств, наверное. Как вы вообще отнеслись к развалу Советского Союза? Ну, развал Советского Союза – это была вещь, с одной стороны, совершенно неожиданная. Потому что у всех, кто тогда жил и не был допущен вот до самого верха так, не очень понимал, что там творится наверху, не варился в этом компоте. Но просто со стороны это наблюдал, было ощущение, что хоть это все и просто пришло в такой уже абсолютнейший маразм, и в совершеннейшую пародию на какую бы то ни было разумную жизнь, просто в пародию. Но эта пародия не даст себя разрушить. То есть эта пародия будет очень долго существовать. Так думали даже самые проницательные люди, с кем я общался в те времена. Поэтому, с одной стороны, все маломальски нормальные люди, ну просто думающие люди, видели, что так жить невозможно дальше. И все понимали, что при той системе, которую сумели коммунисты создать, все это под руководством так называемой Коммунистической партии Советского Союза, все это будет незыблемо стоять еще долгие десятилетия. Поэтому в каком-то смысле развал Союза был вещью неожиданной. А так как мы все, ну весь мой круг людей, с которыми я тогда общался, крайне негативно относились к тому, что происходило вокруг нас, к той действительности, в которой мы вообще существовали, то, конечно, иначе как с радостью никто из нас не мог это воспринять. Ну просто это было невозможно, потому что мы не думали о том, что будет. Мы не думали о том, что построят, что произойдет в результате этого развала. Мы просто понимали, что каким-то чудом эта система ненавистная развалилась. Каким-то необычайным чудом. И все были в эйфории, конечно. Ну а вот сейчас, спустя годы, какое у вас к этому отношение? Сейчас, спустя годы, прожив вот в этом развале большую часть своей жизни, я абсолютно уверен в том, что разрушать эту систему нужно было совершенно по-другому. Я до сих пор уверен, что она была нежизнеспособна, что она была удушающая, что она была маразматической. В этом я совершенно уверен. Но в связи с тем, что это была огромная страна, построенная на каких-то, пусть ложных, но тем не менее основаниях, имеющая какую-то структуру, которая каким-то образом все равно работала. Ну, в данном случае я говорю хотя бы про экономику. То есть каким-то образом она работала. Вот просто так рубить ее с плеча, просто так разрушать эту систему, конечно, было нельзя. Нужно было делать какие-то умные шаги, нацеленные на постепенную трансформацию. Этой жуткой системы в какую-то более человеческую, более удобоваримую. И как это ни парадоксально, Восток нам в этом смысле показал пример. Потому что, в общем, я, конечно, небольшой специалист в экономиках и во всех этих делах, но у меня есть определенный жизненный опыт, есть какая-то наблюдательность длительная. Я думаю, что примерно ведь в такой же ситуации находился Китай. Примерно в такой же ситуации. Но они сумели каким-то образом сделать так, чтобы без страшных потрясений, без взрыва изнутри, без катастрофических последствий для огромного количества населения перестроить свою экономику таким образом, что сейчас, опять-таки, взгляд со стороны, я не глубокий специалист по Китаю, но взгляд со стороны – это одна из самых мощных экономик мира. Это достаточно внутренне свободное государство, в котором ее жители могут путешествовать по миру, могут зарабатывать большие деньги, потому что количество миллиардеров, насколько мне известно, в Китае самое большое среди всех стран мировых, и которые при этом, ну, плюс-минус, да, плюс-минус, но все-таки там нормально существуют. В Китае я как раз был, несколько лет назад я был в Китае, это была небольшая, правда, поездка, но зато внутренняя. То есть я был не какой-то член какой-то там крупной делегации, вот, а просто нашелся один парень, очень приятный человек, который долго работает в Китае, наш русский парень, вот, который захотел сделать несколько концертов. Вот, и мы сыграли, я поехал со своим пианистом, мы вдвоем, мы сыграли в нескольких городах просто маленькие, небольшие концерты, гитары и клавиши, но зато посмотрели Китай изнутри. Вот, и были как раз с ним, с этим человеком, Артем Петухов, замечательный парень, который все это нам организовывал. И вот поэтому мои впечатления, я вам говорю, уже то, что я видел своими глазами, и то, как я понял действительность китайскую. Достаточно часто вы рассказываете о движении, о фестивале «Учитесь плавать», который был в 90-е годы. Ну, вот, и честно говоря, я тоже об этом узнал почему-то не так давно, хотя очень давно интересуюсь вообще в этой всей теме, но почему-то вот именно эта штука прошла немножко мимо меня. Возможно, потому что я не особо всегда интересовался именно альтернативной отечественной сценой. Возможно. Но тут дело не в том, что вы не интересовались. Я думаю, что, скорее всего, просто вы по возрасту, тогда, когда было «Учитесь плавать», наверное, были еще более молодой человек. Ну, конечно, да, конечно. Поэтому, скорее всего, вы не знаете. А те, кто ближе к моему возрасту, они это застали вот в свою активную часть жизни. Этот фестиваль «Учитесь плавать» он, в принципе, произошел из передачи. Была радиостанция, она так и называлась, первая коммерческая независимая радиостанция в Москве, она называлась «Радиомаксимум». На этой радиостанции я вел программу, которая называлась «Учитесь плавать». Это была еженедельная двухчасовая программа в прямом эфире, в которой я постепенно выруливая ее тематику этой программы, вышел на на курс тяжелой в основном альтернативной музыки, хотя там и мейнстримовая тоже была музыка, но в основном все-таки это была альтернативная сцена тяжелая, западная. Именно западная. Радиостанция была с каким-то американским капиталом, поэтому она там крутила в основном западную музыку, там в русской музыке было вообще мало. А так как мне это было интересно, и Вабанг тогда, вот на тот период времени, Вабанг как бы шел в сторону такого, я бы сказал, эстетского панка, вот что-то в этом роде, типа клэш, вот что-нибудь такое, с акцентом в хардкор, то мне казалось, что это та самая музыка, которая сейчас, которую вообще не очень хорошо знают. Тогда наши группы отечественные тоже начинали играть такую музыку. Может быть, мы были одни из первых, просто потому, что так сложилась наша история в Абанковской, что мы немного на первом периоде нашей жизни попутешествовали по Европе. Вот, я не хочу сейчас углубляться, почему так получилось, но мы издали пластинку на финской фирме Поларвокс, она начала раскручивать эту пластинку, все это были действия в рамках там, рок-лаборатории московской, мы оказались в Финляндии, записали эту пластинку, и финны стали ее раскручивать, потому что для них это был тоже новый опыт, им захотелось посмотреть, что из этого вообще может получиться. Они ее раскручивали, естественно, у себя в Скандинавии, и частично в Европе, потому что эта фирма Поларвокс была отделением фирмы EMI. И вот таким образом мы оказались просто волею судеб, мы оказались закинуты в европейскую клубную сцену. И много-много чего, конечно, там увидели. Сыграли довольно большое количество клубных концертов, а самое главное окунулись вот в эту атмосферу, посмотрели, как работают другие клубные коллективы, западные, французские, немецкие, скандинавские и финские, и шведские. И вернувшись оттуда, мы поняли, что этот стиль у нас не играется. Почти никто этот стиль не играет. Мы начали его играть. И вот как раз в это время существует программа «Учитесь плавать», я ставлю эту музыку западную, а там это колоссальная сцена. Естественно, и американская, и европейская. И получается, что я попадаю в нишу, которая совершенно никак не, пока никем не окучена. Никто эту нишу не заполнил. Только какие-то робкие попытки с нашей стороны, со стороны московских, питерских там групп. Но при этом еще и недостаток информации. Поэтому, когда эта программа вот начала идти, я увидел реакцию на эту программу, я увидел, что очень большому количеству людей это интересно. Именно эта программа не радио максимум интересно, а именно интересно вот эти два часа в неделю в программе «Моучитесь плавать». Постепенно, через какое-то время возникла идея, а что, если это вот просто из радиопрограммы сделать еще попробовать фестиваль такой. На тот момент была очень хорошая фирма Фили, которую возглавлял Игорь Танких и Саша Ларин, и была горбушка. то есть площадка, главная рок-н-ролльная площадка Москвы, ДК Горбунова. И они как раз там базировались, фирма Фили. Поэтому я эту идею предложил Игорю. Игорь, а что если нам сделать такой, попробовать концерт такой сделать, «Учитесь плавать». Игорь оказался большим сторонником этой идеи, да, давайте попробуем, потому что он уже привозил каких-то там зарубежных артистов, уже начал их привозить, постепенно там контактируя с английскими промоутерами. И первый же наш фестиваль «Учитесь плавать» оказался с очень выгодным в этом смысле, очень мощным, альтернативным артистом, который тогда был просто на топе. Генри Роллинз. Генри Роллинз. Совершенно справедливо. То есть через своего приятеля английского промоутера Игорь обратился за поддержкой вот какого-то найти артиста, и тот предложил Роллинза, который много гастролировал, он вообще играл много концертов. А тут как раз у него был прямо, по-моему, 90-концертный тур в Европе. И как бы на излете этого тура было ему предложено приехать к нам в Москву, стать хедлайнером этого фестиваля. И как только мы от него получили добро, он согласился на два концерта. Два концерта в Москве после этого тура. Соответственно, это тур 90 концертов, это значит, был 91-92 концерт в туре у него. Как только мы это получили, а это же все-таки заранее, это там, наверное, месяца за три, за четыре было понятно, что он дает добро, он приезжает. Вот тут уже мы стали, ну как бы, а что можно с нашей стороны, как бы, как можно подготовиться. Я, естественно, главная была площадка именно эта программа «Учитесь плавать». И ее преданная аудитория этой программы. Плюс мы решили, что под такой концерт, который, может быть, потом станет фестивалем, можно выпускать сборники «Учитесь плавать». Опять-таки, через свою программу я обратился к слушателям и говорю, ребята, вот у нас есть такая идея, давайте поддержим, хотите, приносите треки свои. Вот. Мы из них сделаем сборник. И вот таким образом, да, естественно, ребят приносили, тогда еще никакого интернета не было, не знаю, может, он уже существовал, но у нас еще в стране интернет был на зачаточном уровне, это точно. Но зато была горбушка, как субботне-воскресная мекка для всех меломанов. Там продавались компакт-диски, там собирались тусовки, там были люди, которые очень хорошо понимали в разных стилях музыки. Я туда регулярно ходил, естественно. Вот. И фирма Фили, которая сидела там же на горбушке. Вот, соответственно, мы собрали эти вот треки по одной песне там с команд, которые стали первыми участниками. А кто был первым участником от российских? Текила Джаз, наверное, да? Текила, по-моему, была вторым участником, потому что два концерта в горбушке не АФК или случайно были там, вторые. По-моему, АФК была группа. Вот, очень хорошая команда на тот момент. Текила была по-моему, во втором уроке «Учитесь плавать». Мы так называли уроки, да? Хотя на самом деле это были вот фестивали. Потому что первый прошел великолепно. Мы поняли, что да, это удача, это попадание, это сейчас нужно. И, во-первых, это всколыхнуло очень нашу альтернативную сцену. Потому что вот, значит, и сборник есть, и вот есть фестивали, и вот есть посмотреть на кого, то есть на сападу. стало развиваться. Ребят, как он играет, а роль он сработал, ну просто как зверь на самом деле. Он был потрясающий совершенно. Это сейчас можно это увидеть, ну уже в интернете можно это посмотреть, что тогда на тот момент, на 94-й год, представляла себя группа «Роллинс Бэнд». Это была убойная команда. Просто реально убойная. И все увидели, все музыканты увидели, что, о, да, это значит можно, это возможно вообще. Это подняло волну целую. Поэтому, во-первых, на ближайшие какие-то годы стало понятно, что мы можем это делать, а потом и команды стали подбираться, и наши отечественные к фестивалю, и, соответственно, западные какие-то хедлайнеры. И, конечно, таким, ну, самым мощным попаданием, как мне кажется, было перехватить на самом пике группу «Рэйчерд Гэнс Дэ Машин». Вот, по-моему, как раз на рычагах была текила. По-моему, текила была на рычагах, и там уже было два концерта. Один в Москве, в Горбушке, а другой в Питере. И я помню, что барабанщик, тогдашний барабанщик рычагов, весь сет текилы смотрел, как играет Дусер. Он был под очень большим впечатлением, и нам это было чрезвычайно приятно, потому что мы увидели, что да, значит, у нас тоже могут так ребята работать, что даже западные музыканты заинтересованно на это смотрят. Поэтому вот так возник фестиваль «Учить и сплавать», который продолжался энное количество лет. Я считаю, что он продолжался столько, сколько органично он был правилен и возможен в тех условиях. Когда уже произошло определенное насыщение этой сцены, у меня, конечно, были очень большие планы. Я хотел сделать, по примеру, американского переездного фестиваля «Лопалуза», сделать наш «Учить и сплавать» как бы общероссийским фестивалем, потому что Москва и Питер, это понятно, на них вещало радио «Максимум». Он сначала вещал на Москву, а потом к этому присоединился Питер. Поэтому это была главная площадка радиостанции, я имею в виду, и моя передача. Но какая у меня была идея? Миллионников-то ведь у нас порядка двадцати на тот момент существовало городов. Так вот, мне казалось, что мы могли бы сделать тогда по принципу фестиваля «Лопалуза», когда приезжает в какой-то город миллионный, приезжает хедлайнеровая группа, или западная, или наша отечественная, а к ней присоединяются местные команды. Мне казалось, что это прям идея очень хорошая. Но она не получилась. Я хотел спросить про Генри Роллинза. Вы, я так понимаю, же общались? Общались, конечно. Он на программе у нас был на «Радио Максимум». Какое вообще он впечатление на вас произвел? Роллинз чрезвычайно интересный человек. Потому что ведь он же не просто хардкорщик, он не просто музыкант, он не просто вокалист. Он такой культуртрегер. Он писал книги и продолжает их писать. Он выступал помимо группы еще со своими стендапами. Да, стендапами. Вообще невероятно. Да, у него был интересный широкий диапазон. И как человек он был, соответственно, интересный. Во-первых, он был, конечно, одним из реальных, безусловных, лидеров мировой альтернативной сцены. Во-вторых, он просто очень харизматичный человек. Он большой трудоголик, настоящий трудоголик. На концерте он работал как дьявол совершенно. Он человек, который вот нес вот эту идею альтернативной музыки и, может быть, даже, можно сказать, идею альтернативного образа жизни. Вот такой он был человек. Поэтому общаться с ним было чрезвычайно интересно. Это было первое интервью, когда он пришел на радио «Максимум». Я волновался, помню, очень готовился к этому интервью, но оказалось, что с ним беседовать крайне свободно и легко, потому что он сказал, что я профессионал, если я пришел на интервью и час времени это у меня занимает, я должен работать, это моя работа. Поэтому не было закрытых тем, скажем, или на какие-то вопросы он не отвечал. В этом смысле он был высокий профессионал. Самое интересное, что несколько лет назад, когда ребята из группы 25-17 пригласили его на очередной спикинг концерт в Москве у нас такой был, он же ведь уже музыкой не занимается, он ушел. Но он ездит со стендапом вот этими диванами. Совершенно справедливо. Так вот, они его выцепили с этим стендапом и попросили меня по старой памяти сделать с ним интервью. Вот. Я с большим удовольствием согласился и мы с ним встретились в день его стендапа, мы с ним встретились на той площадке, где этот стендап проходил и тоже минут 40 или 50 по старой памяти пообщались на камеру. Он рассказывал о своей нынешней жизни, что с ним происходит, как вообще он это все делает, как он выбирает себе темы, выбирает себе страны, куда он ездит сам и накапливает материал для и стендапов своих, и соответственно для книжек своих. Ну в общем, вот мы увидели с таким нынешним Роллинзом спустя получается уже 20 лет. Но он по сути такой же родоначальник вот этого стрейт-эйджа, да? И я так понимаю, что и концепция «Учитесь плавать», она тоже во многом была такая, то есть как здоровый образ жизни, вот это все. Ну она не была вот прямо непосредственно стрейт-эйдж, она не была, конечно. Но с какими-то краями она к этому относилась. Почему? Тоже понятно. Мое общение с публикой, которая меня слушала по радио, происходила в основном через письма, потому что на тот момент еще люди не разучились писать письма. Интернета не было, а соответственно была почта, обычная почта. Я получал кучу писем, эти письма все читал и использовал их в своей программе. Ну, во-первых, в письмах были какие-то просьбы что-то поставить или рассказать о какой-то группе, но были еще и личные истории в письмах. Так вот, по этим личным историям я понял, что в альтернативной нашей среде очень серьезно стоит проблема тяжелых наркотиков. просто очень серьезно. Тогда никто не бил в колокола ни в каких средствах массовой информации. Никто не знал и не поднимал эту тему, может быть, и знали, конечно, но не поднимали эту тему ни на ящике, ни в печатных изданиях, то есть нигде. А я просто из первых уст, читая эти письма с этими рассказами о том, что происходит с тем или другим человеком, который мне пишет, или с его знакомым, или с его родственником, понял, что это прямо проблема. И я внутри программы стал об этом говорить. Я стал эту проблему поднимать. И объяснять людям, что, по сути дела, альтернативная музыка может быть решением этой проблемы. что как бы ловить кайф не от психостимуляторов различных, а именно от самой музыки. Вот таким образом мы и соприкоснулись со straight edge. Это не было вот непосредственно живите вот прям вот только вот как straight edge'еры, но по крайней мере это было, что, ребята, скажем, нет тяжелым наркотикам. Вот это было. И это был вот этот переломанный шприц. Это, кстати, одна из эмблем. Одна из эмблем была, да. Это ведь Stop the Madness это было движение. Я не знаю, существует ли оно сейчас, но оно тогда было довольно популярным среди, почему-то среди альтернативных команд. Вот. И они, если они к этому принадлежали, ну, или симпатизировали этому движению, они просто на альбомах ставили этот значочек. Переломанный шприц, Stop the Madness. Мы присоединились в нашем фестивале, присоединились к этому движению. Я читал когда-то книгу Генри Роллинса «Железо», где он написал еще времена и Black Flag, там, и вот это все. И вот я не помню, это было еще из Black Flag, что у него, значит, гитарист как-то, ну, подсел именно на иглу, значит, чем-то двигался, там, и никакие на него разговоры не действовали, в итоге Роллинс ему просто поломал руку. То есть жестко так подошел? Ну, конечно, Роллинс, вы правильно говорите, Роллинс через все это прошел, я имею в виду, вот в этой среде он все это тоже видел. Да-да-да. И может быть, кстати, это был одной из причин, почему он сам-то вот вообще в такую жесткую ушел, как бы, ну, он-то реально практически Стрейт Эйчер, да? Вот, потому что он видел сотни искалеченных судеб и погибших людей. Вы сами когда-нибудь пробовали наркотики какие-то тяжелые? Не, Бог миловал, слава тебе, Господи, Бог миловал. Многие песни ва-банка принадлежат авторству Евгения Головина. Не многие. Ну, не многие, но ряд известных песен. честно говоря, я никогда не интересовался вот этой эзотерической какой-то плюс-минус оккультной какой-то тематикой, и поэтому для меня вот его, так сказать, какая-то деятельность, она вот как бы где-то есть, но что это такое, я вообще не в теме. Вот так вот. На какой почве... Легко верю. Да. На какой почве вы с ним пересеклись, и как вы относитесь вот ко всяческим подобным эзотерическим и оккультным делам? Ну, я с ним познакомился вообще задолго до Ва-банка. То есть это был человек, который вошел в мою жизнь, наверное, когда я был студентом, и это то, что назывался сейчас уже как бы называется Южинским кругом. Вот этим всем. Тогда, конечно, так много об этом Южинском круге не было известно. И люди, которые потом стали легендами вот этого эзотерического андеграунда нашего московского, они были известны только среди тех людей, с которыми они общались. Но, тем не менее, Евгений Всеволодович Головин был человек, который всегда интересовался музыкой. И он, помимо его других разных интересов, он сочинял песни. А я тогда был только таким, ну, скажем так, начинающим, ну, прям вот совсем-совсем начинающим. Я был, скорее всего, таким любителем с одной стороны Высоцкого, а с другой стороны, вот первой этой западной волны, которая, ну, которая является золотым веком западного рок-н-ролла. Вот, ну, для меня это конкретно, там, Джимми Хендрикс, такой вот, ну, прям вот, совсем человек, который на всю жизнь вошел таким стрелой в меня, но это была именно, наверное, первая стрела, которая вот со стороны рок-н-ролла меня поразила в сердце. И, конечно, встретившись, случайно, встретившись с Евгением Головиным, ты не мог не попасть под его обаяние, в том числе, потому, что он писал песни и играл на гитаре. И эти песни были совершенно другим, что принято у нас называть бардовской песней. И вот все те представители бардовской песни, которые известны там или дошли в памяти до нашего времени, они совершенно другое и по-другому играли и на гитаре, и пели, и сочиняли свои песни, чем это делал Евгений Селыш Головин. Он был рок-н-ролльным человеком, при этом, при всем. У него никогда не было группы, но он был очень глубоким, по-настоящему серьезным музыкантом, плюс еще и поэтом. Поэтому, попав один раз под его обаяние, его песен, его стихов, его личности вообще, ты уже оставался с этим на всю жизнь. А так как я еще к тому же был и музыкантом, то понятное дело, что потом спустя уже какое-то время, когда у меня у самого началась группа, когда я сделал группу Ва-Банк, наконец осуществил свою вот эту мечту моего юношества стать музыкантом, все-таки встать на эту дорогу, встать на этот путь музыкальный, то, конечно, я делился с Головиным, показывал ему свои песни, и первый самый вот опыт, когда мне пришла мысль исполнить его песню, был, когда мы записывали альбом «Живи-живое». Это был наш второй акустический альбом. Первый у нас был альбом «На кухне», 91-й год. И вот как раз, когда мы писали «Живи-живое», и нам не хватало до объема, не хватало материала, я вспомнил о песне Евгения Селыча, которую очень любил и слышал многократно в его исполнении «Эльдорадо». Позвонил ему и попросил у него разрешение эту песню исполнить на нашем альбоме. он с должной с обычной своей иронией спросил, помню ли я ее текст и помню ли я ее музыкальную мелодическую линию. Я сказал, что, кажется, помню, тогда, конечно, исполню, естественно. Вот это был первый раз, когда я исполнил песню, и она вошла в альбом, песню «Коловина» в альбом как раз «Живи-живой». Это была «Эльдорадо». А вот уже потом, когда у меня помимо «Вабанка» пошли сольные альбомы, моя сольная деятельность, вот в этой сольной деятельности я действительно уже практически все свои сольные работы делал после того, как мы с Женей обсуждали песни, выбирали песни, и здесь уже была довольно большая часть его песен, его творчества. Единственное, где он много принял участие заранее, как бы, не случайно, а заранее продуманно, это был альбом над саундтреком к рассказу Виктора Пелевина «Нижняя тундра». Вот над этим саундтреком, когда вот над этой совместной работой мы сочиняли песни по его рассказу, вот тогда Женя изъявил желание присоединиться к этой работе, и это стало его самый большой вабанковский вклад в конкретный альбом «Нижняя тундра». Ну, а вот о нем как бы пишут в интернете, да, то есть определения такие алхимик, эзотерик, вот такие вот слова в отношении что это значит, что значит алхимик, вот как, я просто не совсем понимаю, как это понять, правильно, то есть в чем был его род деятельности, он совершал какие-то мессы оккультные, или что они как бы, он принадлежал каким-то масонам, которые управляли там, или что-то вот это делали, то есть или это закрытая тема? Понимаете, эта тема настолько серьезная, что она, конечно, не тема для обсуждения вот на подобной нам с вами беседе. Не тема. Сейчас действительно можно довольно много прочитать и о Южинском круге, как я уже сказал, и конкретно о Головине, о других деятелях, которые были активными тогда, в то время. Ну, а самое главное, что после Головина остались не только песни, но и книги. Поэтому, если кто-то захочет посерьезнее в это дело углубиться, то у него есть все для этого возможности. У Жени четыре или пять книг очень глубоких, очень глубоких, интересных, которые лучше всего рассказывают о нем. У меня есть одно эссе, тоже серьезное эссе, когда мы готовили после смерти Евгения Всеволодча, мы готовили сборник воспоминаний людей, которые его знали, я в этом сборнике проучаствовал. Я написал эссе, оно есть, его можно найти. Для любого, кто по-серьезному заинтересуется этой темой, он может для начала ознакомиться с моим эссе, ну и вообще с этим сборником, потому что там хорошие люди приняли участие, и все они знали Головина. Поэтому сейчас я вам только могу сказать, давайте ограничимся тем, что это был чрезвычайно глубокий человек, это был человек, который не измеряется одним измерением, ему нельзя вот сказать, что он был там, я не знаю, поэт, или он был философ, или он был музыкант, он был очень многогранным человеком, очень глубоким, уникальным абсолютно, и знакомство с Головиным для всех людей, которые не покасательные, а которые вот реально прошли через него, это стало сильной трансформацией внутренней. Для меня в том числе, уверяю вас, я с ним очень близко и долго общался, поэтому в каком-то смысле я могу сказать, что Головин является моим учителем. Но именно потому, что он является моим учителем, я не могу вот так просто ну вскользь как бы о нем говорить. Я просто призываю, если вас заинтересовала, вас, уважаемые зрители, если вас заинтересовала личность головина, вы можете углубленно попробовать проникнуть в нее сами. Я только со своей стороны сказал, что я всегда преклоняюсь перед этим человеком, я исполняю его песни и делаю это до сих пор и считаю, что это был одним из самых важных людей в моей жизни. Я слышал, что сейчас вроде бы как вы готовите какой-то рьюнион проекта Боцмана и Бродяга с Гариком Сукачком. Есть такое дело? Есть такое дело, да. Я буквально вчера был на студии у Гарика, он мне показывал те песни, которые он над которыми он сейчас вот работал, пока некоторое время я не имел возможности ходить на студию. Вот мы делаем этот альбом, это Боцмана и Бродяга 2, пока у него нет названия такого четкого, мы не знаем как он, но суть его такая, Боцмана и Бродяга 25 лет спустя. Это именно тоже Боцмана и Бродяга, это альбом полноценный, который должен быть закончен до конца апреля. Ну, я так понимаю, что это будет и какая-то концертная программа, да? Не знаю. Вот тут я вам пока ничего сказать не могу, потому что мы это с Гариком не обсуждали. Пока еще не обсуждали. Наша задача пока сделать альбом. Мы делаем альбом. В отличие от того Боцмана и Бродяги, это будет студийный альбом. То есть тогда у нас был проект, который получил свою реализацию после четырех или пяти концертов, сыгранных в Москве. Каждый из этих концертов был записан и потом просто был выбран материал из этих концертов и это получился концертный альбом. Этот альбом будет студийным. Это его первое отличие. Ну и, наверное, все-таки самое главное. Потому что студия это та сфера, которая позволяет тебе серьезно все продумать, продумать аранжировки, продумать там набор песен, что именно мы хотим спеть. Ну, спеть это все там, сыграть это все тщательно. Но как его будет, какая его будет дальнейшая судьба, не могу вам сказать. Просто пока не знаю. А можно ли выделить каких-то артистов, которые повлияли на формирование такого проекта? Боспорт Бродяга? Ну, остались, конечно, наша любовь к тем артистам, остались. А к тем артистам мы прямо ее высказали еще тогда, когда делали первый Босман и Бродяга. Это был Высоцкий, Дмитриевич и Утесов. Но в этом альбоме любовь к этим артистам, конечно, осталась. И у Гарика, и у меня. Но насколько я понимаю, Высоцкого не будет, Дмитриевича не будет, Утесов, ну, может быть, что-то будет в этом альбоме Утесова. Поэтому это как бы все-таки это 25 лет спустя. Ну, да, да, да. Мы стали другими. Мы прошли этот путь музыкальный. И каждый из нас прошел его по-своему, естественно. Но в общем сейчас мы состоявшиеся артисты, в отличие от тех, которыми мы были 25 лет назад. Поэтому сейчас, конечно, у нас какие-то другие смыслы мы хотим вложить. Но главное, что мы хотим, чтобы осталось именно вот это вот совместное чутье, совместное исполнение вот этих песен. Вот это чувство, мне кажется, главное, что мы должны в этом альбоме сохранить. Мы стараемся его сохранить. А вот у вас в репертуаре присутствуют программы, когда вы исполняете, вот вы сегодня говорили уже, и там Ленина Утесова, и Вертинского. Вот эти люди на вас в большей степени повлияли, чем рок-н-ролл? Или это все как-то вместе? Я думаю, что это все вместе, конечно. Я тоже пытался на протяжении всей своей жизни нащупать свой путь в рок-н-ролле. Сначала я это делал сугубо с оглядкой на Запад. И вот весь первый период ва-банка это все-таки период, когда мы, ну, если и не копировали, то, во всяком случае, точно шли в фарватере западного рок-н-ролла. И только спустя какое-то время я почему-то стал все больше и больше оглядываться на наши. на наши истоки. Откуда у нас-то вообще взялась песня? Ведь у нас в общем-то ну, вот такой вот западный рок-н-ролл, он у нас не прижился. Мы должны честно это сказать. Не прижился. И ведь по сути дела и учитесь плавать исчерпала себя как идею альтернативной музыки, она себя исчерпала. А вот что у нас на самом деле прижился? Какой наш на самом деле русский рок-н-ролл? Что это такое? Что мы вообще сказали нашим русским рок-н-роллам? И продолжаем говорить. Вот тут наверное каждый для себя, каждый из музыкантов играющих, осознанно играющих эту музыку, должен в какой-то момент начать отвечать сам. И вот мой путь конкретный был попытка найти этот ответ через обращение в том числе и к нашим песенным направлениям и людям, которые много сделали в песне. Отсюда был в первую очередь конечно Высоцкий. Высоцкий для меня существовал раньше, чем рок-н-ролл. Я вошел в рок-н-ролл уже ну наверное года 4-5 исполняя Высоцкого и зная множество его песен и умея их играть на гитаре. Потом во многом благодаря Головину в меня вошел Вертинский. Головин знал всего Вертинского, очень его любил. Время от времени что-то из него исполнял под гитару. Это что-то я слышал именно в его исполнении от него. Это был Вертинский. Потом когда ты начинаешь думать о групповой музыке и у тебя у самого своя группа ты начинаешь смотреть а кто у нас вообще-то в группах играл? И ты начинаешь понимать что если отбросить все эти ВИА которые никто из нас никогда ни за какие серьезные явления песенной культуры не считал. Ну по крайней мере мой круг точно не считал. Всякие там эти лейся песни вот эти вот все это было как раз отрыжка как нам казалось и мне кажется и до сих пор отрыжка вот этой социалистической гнилой системы. То есть это вот этот мимикрия под какую-то псевдо рок-н-ролльную историю за редчайшим исключением ну может быть исключением мы можем назвать песняров потому что они как раз-то вот искали вот эту вот народную народную часть а вот все вот эти бесконечные вяжные коллективы нет конечно естественно по крайней мере не для меня а кто бэндом играл бэндом играл Утесов Утесова был именно бэнд и поэтому отсюда в частности и мой интерес к Утесову и вот и тот и Высоцкий и Вертинский и Утесов и отдельной строкой Алеша Дмитриевич который был тоже с одной стороны как бы исполнял цыганскую песню но делал ее с таким драйвом необычным для цыган необычной манерой для цыган он был что я его воспринимаю как еще одну отдельную такую вот фигуру музыкальную вот они были теми самыми опорными точками для меня в которых я пытался найти свой путь в рок-н-ролле работа со словом работа с мелодией подача именно артистическая подача этого всего я очень многому от них научился хотя ни одного из них живьем не застал ни одного из них я не видел исполняющим живым на сцене ну есть записи какие-то есть все равно остались остались воспоминания вот Высоцкого много осталось видео вот что кое-что там есть естественно Утесова вот но запись это есть их всех поэтому по этим записям я пытался найти тоже свою дорогу не знаю удалось мне или нет мне кажется этот вопрос еще практически никем не решен из наших отечественных рок-музыкантов может это дело будущего Россия вообще в этом смысле странная страна очень странная у нас как-то все по-другому развивается в том числе и в том числе и в нашем рок-н-ролле а потом мне кажется нельзя забывать и это важный наверное момент что все-таки совок мы еще очень долго из себя не изживем это в большей степени касается конечно нас нынешних рок-н-ролльщиков со стажем меньше касается молодых музыкантов но в принципе по большому счету касается всех потому что совок сидит глубоко в печенках а рок-н-ролл это как говорил Головин это музыка свободного человека понимаете поэтому я думаю это еще все впереди уговорил вы уже сегодня упоминали о проекте для рассказа Виктора Пелевина почему именно с Пелевиным так получилось тогда вы общались вообще с ним да конечно тогда на тот момент когда у нас вообще возникла эта идея мы находились в неком таком активном творческом поиске я имею ввиду в аббат у нас было две линии первая линия это довольно жесткий хардкор о котором я вам говорил в связи с Учитесь Плавать и Роллинс как раз это сильно подстегнул другое направление было акустическое наше то есть мы даже в отдельных программах пытались это совмещать начинали как акустический сет и постепенно переходили вот в такой вот тяжелый хардкоровый сет и все это делали в одном флаконе нам казалось что так никто не работал и на самом деле так я вот не могу сейчас припомнить чтобы кто-то так пошел по нашим стопам в этом смысле но все равно хотелось всегда сделать что-то новое хотелось сделать что-то такое что не находилось еще пока в поле зрения существовавших тогда рок-группы наших музыкантов и вот мне пришла однажды идея мы все очень любим кино мы все знаем как много значит музыка в кино иногда правильная музыка просто на 50% делает кино более крутым мы знаем что песни попавшие в удачное кино надолго переживают свою эпоху это все мы знаем но кроме этого мы еще читающие люди а в Абанке все всегда были читающие ребята мы знаем что для кино делается музыка специально нас не приглашают ее делать эту музыку ну так сложилось никто нас не звал делать музыку или никто у нас не просил наших песен для какого-то кино художественного кино но никто еще не делал музыкальный ряд к художественному произведению к литературному произведению никто еще не делал вот эта мысль меня как-то посетила я ее обсудил с ребятами из Вабанка говорю ребят ведь это же интересная клевая мысль но только конечно не надо брать что-то уже готовое что-то уже существующее нужно взять современное вот что-то современное какой-то рассказ лучше всего чтобы это было ну как бы не уже готовый рассказ а именно как проект человек писатель пишет рассказ а мы музыканты делаем к нему саундтрек на тот момент все мы очень любили Чапаеву пустоту ну да 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 это как раз был момент когда вышел Чапаеву пустота и я говорю давайте попробуем обратимся к Пелевину вдруг ему понравится он такой вроде интересно пишет нам нравится он ну плюс-минус наш ровесник человек активный вот он сейчас существует вот ну мы не знаем его ну не знаем ну и что ну так узнаем вот ну в общем вот таким образом это все и произошло я узнал телефон Пелевина домашний телефон через по-моему через Андрея Гаврилова который как раз издал Боссмана и Бродяга вот Андрей с ним был знаком я через Андрея Гаврилова узнал телефон Пелевина позвонил ему домой представился вот сказал я так и так я вот Александр Скляр музыкант группа ва-банк он что-то там пошутил вот по-моему на тему не ваша ли эта песня Аллен Делон не пьет одеколон я говорю да нет это не наша песня это наутилус помпилиус я говорю наша песня черное знамя может вы ее знаете да да слышал слышал вот вот таким образом я говорю а мы большие поклонники вот вас как писателя мы прочитали внутри группы ваш у нас есть такая идея и высказал ему эту идею первоначально он сказал что ну дайте мне время подумать я говорю да не проблема конечно это же не горит это ничего это просто вот у нас есть такое предложение вы пишете с нуля рассказ и суть идеи такая мы к этому рассказу пишем саундтрек и все это издаем в одном флаконе то есть вы написав рассказ его не издаете пока мы не написали эту работу ну понятно и делаем это просто в этом самом в альбоме в нем ваш рассказ и наш саундтрек вот буквально через некоторое время он мне перезвонил и сказал а что можно попробовать дайте мне время я попробую подумать потому что все равно от него первый рассказ он же должен написать вот ну и потом так достаточно быстро насколько я вот помню я могу конечно так ну точные сроки могу вам не сказать ну думаю что за 2-3 месяца вот он написал нижнюю тундру по ходу этого мы созванивались несколько раз мы не виделись но созванивались несколько раз он говорил что рассказ продвигается он говорил мне кажется что это вполне будет интересная работа то есть ну я как бы я за свой рассказ типа отвечаю вот но тем не менее естественно я его не видел а вот когда уже рассказ он написал вот тогда мы с ним первый раз увиделись тогда мы с ним увиделись почему потому что рассказ он мне не переслал по почте не переслал по интернету а вручил мне лично отпечатанные на машинке и более того этот рассказ был не просто напечатан на машинке а после рассказа были несколько как он их назвал понятий что такое понятий это он несколько предложений отдельных написал которые как ему кажется могли бы быть темами песен он же знал что мы будем потом делать на эту тему альбом и вот одна из этих одно из этих понятий прямо в точности вошло в песню где-то между Кремлем и Курским вокзалом за Гагарой с Черным пером это прямо его понятие которое было им написано другое там тоже было Вася Совесть это же его персонаж из рассказа персонаж он проходной но яркий персонаж вот с Васей Совестью тоже было какое-то понятие вот потом это превратилось в песню которая так и получила название Вася Совесть в которой я продолжил так как это был проходной персонаж в рассказе я продолжил сделав историю кто это вообще такой Вася Совесть. Вот я песню написал, рассказывая о том, кто такой Вася Совесть. Вот так мы с ним познакомились. — Вы за какими-то крайними книгами его следите? — Ну, я вообще в принципе слежу за тем, что он делает. Я не могу сказать, что я его такой фанатичный поклонник, но несколько его произведений я читал, вижу, как они там появляются на книжных прилавках и, в общем, слежу, но не фанатично. И мы, самое главное, что мы не общаемся. У нас общения больше уже нет. — То есть вы виделись, по сути, там несколько раз, наверное, да? — Мы виделись только по ходу вот этого вот подготовки уже с нашей стороны потом этого альбома. Я им приносил какие-то на кассеты какие-то демозаписи, вот потом вручил ему кассету уже непосредственно готового альбома, потом уже альбом этот вышел, как компакт-диск, вот именно с рассказом внутри. Но именно вот на момент, как он вышел, как компакт-диск с рассказами внутри, больше мы с ним не общались. — Вы, по сути, наверное, один из первых российских артистов, кто в 14-м году поехали на Донбасс, там как-то, ну, фигурировало как-то ваше имя. Я, честно говоря, не следил за всей этой темой, но я знаю, что там среди некоторых артистов ваше имя там тоже фигурировало. Какое у вас осталось впечатление от этой поездки? Была ли она разовая или нет, но или от поездки? — Не, ну та вот непосредственно поездка, она была, конечно, разовая, когда непосредственно прямо шла война. Такая же... — В 14-м. — В 14-м, да. То есть это был период очень жесткого противостояния. И та поездка была особенная, потому что мы играли концерт в филармонии вдвоем с моим гитаристом, а в 500-х метрах от филармонии это было в Луганске. А в 500-х метрах от филармонии находился дом культуры, по-моему, имени Ленина, где вот прямо одновременно с нами выступал Кобзон. И мы были совершенно параллельно, мы никоим образом не пересекались в нашей поездке. Он приехал в Донецк за день или за два до этого, дал концерт в Донецке, и потом переехал в Луганск. И мы играли концерт практически одновременно. Он чуть раньше начал, у него, по-моему, условно в 12 начался концерт, а у нас там полвторого. Вот что-то в этом роде. Но это был это был необычный, то есть такой вот момент. Мы выступали одновременно. Вот, мы знали, что он выступает там, а знал ли он, я не знаю, потому что у нас совсем никак не афишировался концерт, и, в общем, было довольно мало народу в эту филармонию пришли, а там-то у него был битком. Но я вам должен сказать, что это, конечно, была такая психологически очень для меня ну, непростая поездка, потому что я непосредственно просто вот увидел войну своими глазами. Я не был там на передовой, но весь город находился вот просто в этом в этой ситуации войны. Он весь совершенно замирал после наступления темноты. ездили какие-то там странные машины. Вот, было видно, что город находится на военном положении. Это вот была такая ну, как бы, ну, я говорю, психологически такая очень непростая поездка. Но после этого вы особо не ездили туда? Нет, я ездил еще несколько раз. В том числе и мы выступали в Донецке уже вот под 9 мая. Это было, по-моему, спустя наверное год или два, когда под 9 мая или прямо 9 мая там был большой концерт в Центральном парке, где принимали участие несколько рок-групп Калинов Мост, Вадик Самойлов, Вабанг. Ну, в общем, это был большой, большой, крупный концерт. Александр, у вас есть какие-то основные правила жизни? Тезисно? Тезисно? Может быть? Не убей, не укради. Есть тезисно. Живи по совести. Нет, я как-то не формулировал никогда. Но старался жить, да, по совести, наверное, все-таки. Это важно. Не предай друга своего, скажем, для меня важный. Вот. Как бы не предай свое убеждение, тоже для меня важный. Будь честен в своей музыке. цени дружбу. Старайся всегда находить в каждом новом твоем движении музыкальном, старайся находить какой-то для тебя важный и понятный смысл. То есть делай это для чего-то, осознанно для чего-то. Я и до сих пор так выступаю. У меня каждый альбом это не просто набор песен, а это некая такая вот задача, которую я себе ставлю еще даже до того, как сажусь его записывать. Вот. Но там должна быть какая-то новая идея для меня или какой-то может быть новый ракурс. То есть ну вот в этом смысле я имею в виду осознанно. И, конечно, никогда не останавливайся, потому что музыка и этот путь он совершенно бесконечен. У него нету каких-то каких-то остановок. Да, есть условные там какие-то вехи, например, на этом пути, но он никоим образом никогда не может быть исчерпан. Единственное, что ты должен понимать, и я это хотел делать, и смею надеяться, что мне это удалось. Я хотел из себя сделать крепкого ремесленника. То есть я хотел, чтобы меня кормила не просто музыка, а чтобы меня кормила мое ремесло. А для этого ты должен в этом ремесле достичь определенных результатов. Чтобы человек не на модную фигуру покупал билет, а чтобы человек покупал билет на определенный бренд, на определенный уровень. И мне кажется, что за 35 лет моей деятельности непрерывной я крепкого ремесленника из себя сделал, конечно. То есть человек, который идет на мой концерт, идет на концерт на котором он услышит определенный уровень, вот собственно за этот уровень он и платит свои деньги за билет. А вот когда я прихожу на студию, то тут мне нужно для себя что-то новое открыть. Поэтому студия это мое, а концерт это публики. Понимаете? Понимаю, вот. И мне кажется это честная позиция. То есть ты когда пишешь новый альбом, ты не должен думать над тем, что как он будет продаваться. То есть каким образом он выполнит коммерческую свою задачу. Ты его должен писать с максимальной творческой отдачей. Это творчество не всегда может найти свою аудиторию. Поэтому не всегда альбомные песни становятся песнями концертного репертуара. Я вот это имею ввиду. А вот уже когда ты идешь на концерт, вот тогда ты должен дать публике определенный уровень, ниже которого ты не имеешь права выступать. Ну вот как-то так. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»